В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий. К этому часу журналисты информационной службы и я, Александр Катунцев. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины сообщил о крупных нарушениях в Одессе. Одесскому мореходному колледжу техфлота исполняется 69 лет. «Природа – лучший учитель» – выставка одесского художника Сергея Жукова в Литературном музее. Не забудьте перевести стрелки часов. Украина переходит на зимнее время. Общественники уверены, что принятое Горсоветом в 2011 году решение о договорах резервирования местоположения объекта противоречит действующему законодательству. Пользоваться землей можно только в двух случаях – если на земельный участок заключен договор аренды или если на него выдан госакт на право собственности. Но в мэрии Костусева об этом не слышали. И в результате за два года Горсовет получил более 38 миллионов гривен, так сказать, официальных взяток. Ни для кого не секрет, что многие земельные участки в Одессе, на которых ведут ту или иную предпринимательскую деятельность, не оформлены должным образом. Вместо того, чтобы сократить бюрократические преграды во время оформления документов, городская власть решила просто сама нарушить закон. В 2011 году наш Горсовет принял, так сказать, ноу-хау. Придумал, каким образом можно получать деньги в бюджет от землепользователя еще до заключения договора аренды. И приняли решение номер 846 об утверждении типового договора резервирования места расположения объекта. Это означает, что Горсовет предлагает предпринимателю зарезервировать за ним расположение земельного участка. И за это он должен платить 5% от нормативной стоимости участка. То есть ту же самую сумму, которую он платил бы, если бы взял его в аренду. За эти деньги чиновники закрывают глаза на пользование землей без правоустанавливающих документов. Фактически, это официальная взятка. В земельном кодексе ясно написано, что служит основанием владения земельным участком. Это договор аренды, либо госакт права собственности на землю. Налоговый кодекс тоже все просто и ясно разъясняет. Налоговым кодексом предусмотрено, что все поступления в бюджет, основания поступления в бюджет должны быть предусмотрены законом. Никакими решениями Горсовета нельзя придумывать новые. Общественная организация Верховенства права обращалась в различные органы с заявлением касательно данного решения Городского совета. Мы отправляли письмо в прокуратуру. Прокуратура нам ответила о том, что в связи с тем, что Горсовет собирается в 4 квартале этого года рассматривать вопрос о внесении изменений в свое решение, поэтому на сегодняшний момент оснований для мер прокурорского реагирования нет. Городской совет уже пытался отменить это решение на одной из летних сессий, но депутаты не поддержали это. Поэтому заверение чиновников Костусева о том, что его отменят к концу года, больше похоже на пустой звон. Впрочем, если этого не случится, Общественная организация Верховенства права обратится в суд с соответствующим иском. А пока этого не произошло, мэрия продолжает незаконно собирать деньги с предпринимателей. И в то же время ничего не делает для упрощения процедуры получения законных документов пользования землей. Вадим Тютюкин, Евгений Войтенко, телекомпания «Трук». Областная государственная администрация провела день открытых дверей по вопросам защиты конкуренции. Представители власти рассказали о громких делах, связанных с Одессой. Например, государственный уполномоченный антимонопольного комитета Украины сообщил о том, что на компанию «Союз» был наложен штраф за недобросовестную конкуренцию. Также стали известны подробности о штрафных санкциях против Одесса Облэнерго. Подробнее в нашем сюжете. Главная задача антимонопольного комитета Украины – следить за добросовестной конкуренцией на различных рынках. В рамках дня открытых дверей по вопросам защиты конкуренции прошло совещание представителей органов власти, предпринимателей и общественности. Глава областного отделения МКУ рассказал об основных направлениях деятельности этой организации. Первое – это злоупотребление монопольным положением на рынке. Вторая категория дел – это антиконкурентные согласованные действия или, как принято называть в народе, сговоры. Третья категория дел – антиконкурентные действия органов власти и органов местного самоуправления. И четвертая категория дел – это недобросовестная конкуренция. Органы власти и местное самоуправление, как выяснилось, дают немало работы антимонопольному комитету. Огромное количество дел касается именно их деятельности. Об этом перед совещанием на пресс-конференции сообщил государственный уполномоченный антимонопольного комитета. За 9 месяцев 2013 года порядка 25-27% от всех нарушений, которые выявляются системой, всеми коротделениями и центральным аппаратом – это порядка 27,8%. Не отстают от власти и крупные монополисты. Напомним, что с приходом Костусева к власти компанией «Союз» был монополизирован на рынок сбора и утилизации твердых бытовых отходов. Компании-конкуренты технически не могли участвовать в конкурсе на сбор и вывоз мусора, так как одним из его условий было наличие у претендента договора с полигоном твердых бытовых отходов, который контролирует все та же компания «Союз» во главе с Игорем Марковым. Естественно, на момент тендера она ни с кем подобные договора не подписывала. В данную ситуацию не мог не вмешаться государственный орган. Антимонопольный комитет в отношении ООО «Союз» принял решение в отношении того, что ООО «Союз» злоуживало монопольным становищем и на предприятие был наложен штраф. Штраф в размере 1 миллиона гривен. Еще на большую сумму была оштрафована «Одесса Облэнерго». Речь идет не о поставке электроэнергии. Предприятие при подписании технических условий обязывало пользователей заключать договора на реализацию этих технических условий. То есть у человека отсутствовал выбор, который без этого пункта существовал. Полтора года дело велось на местном уровне. Обратились в центральный аппарат с просьбой рассмотреть у нас заседание комитета. Решение вы знаете. Штраф составил 100 миллионов гривен. В антимонопольном комитете напоминают, что они готовы рассматривать все жалобы о недоброкачественной конкуренции. Подать жалобу можно на ежедневном приеме у главы Одесского отделения АМКУ. Вадим Тютюкин, Руслан Акаев, телекомпания «Трук». Следующий сюжет можно было бы смело занести в рубрику «Юмор». Однако повод для улыбок у одесситов вряд ли бы нашелся. Ведь наш город, по сути, выставили на посмешище. Дело в том, что в Украине каждый год проводится конкурс на самый благоустроенный город страны. И, по всей видимости, шутка жюри заключается в том, что Одесса заняла в этом конкурсе первое место. Наверняка комиссия этого конкурса оценивала город по фотографиям прошлых лет. Ведь современное состояние Одессы благоустроенным никак не назовешь. Взять хотя бы кварталы возле вокзала и привоза. Это исторический центр города, легендарные места. Однако они больше напоминают руины и свалку, чем культурное достояние Одессы. О благоустройстве окраин говорить и вовсе не приходится. Почему же Одесса заняла первое место, есть два варианта ответа. Или другие города Украины находятся в еще более ужасающем состоянии. Или наш город просто-напросто выставили на посмешище. Одесскому мореходному колледжу техфлота исполняется 69 лет. У памятника Дюку-де-Ришелье состоялся торжественный митинг и посвящение в старшины с вручением боцманских дудок и памятных наград. Стоит отметить масштаб праздника, ведь наш мореходный колледж технического флота является единственным в Украине морским учебным учреждением, которое осуществляет подготовку командных кадров плавсостава среднего звена. Еще одна традиция морского праздника – торжественный марш курсантов морского колледжа технического флота. Встроенными колоннами под приветствие и аплодисменты жителей будущие морские волки прошествовали от здания колледжа к памятнику Дюку-де-Ришелье. Сегодня колледж технического флота празднует свою 69-ю годовщину. Я хочу вернуться в тот 44-й год, когда практически высшая мореходка и средняя мореходка, которые сейчас называются колледжем, создавались. Еще не закончилась война, но советское правительство как раз понимало о важности подготовки морских кадров. Сегодня день подписания указа о создании АМУТФ – Одесского мореходного училища технического флота. Для будущих морских волков их родители и друзей – это особенное событие, которое для них является началом новой профессиональной жизни. Сейчас мы уже в статусе колледжа, готовим и наших специалистов, и бакалавров по ряду специальностей. Мореходный колледж техфлота морской академии является одним из основных учебных заведений для будущих моряков. Сегодня практически Украина, не имея своего флота, является четвертой в мире державой по количеству моряков, работающих на мировом рынке труда. По всему мировому океану на судах различных государств работают более 15 тысяч выпускников колледжа техфлота. Если бы Украина имела свой флот, такое количество моряков сразу бы сделали нашу державу настоящим морским лидером. Я надеюсь, что рано или поздно в Украине будет флот, потому что каждый понимает, что свои грузы возить выгодно и чужие тоже грузы возить выгодно. Поэтому это вопрос времени, а система крюинга, система морского образования Украины как раз сохранит и приумножит те кадры, которые смогут работать на судах. Книги становятся источником знаний для тех, кто умеет с ними правильно работать. Научить этому читателя – дело библиотекаря. Для начала он должен сам знать, как эффективно использовать книжные фонды. Одесская национальная научная библиотека имени Горького проводит всеукраинский семинар «Биографические и библиографические исследования в библиотеках Украины». Цель библиографии – систематизировать все, что издано по различным направлениям знаний. Для этого создаются тематические каталоги, значительно облегчающие поиск нужной литературы. Немалое значение в работе с книгой имеет личность автора. Исторические условия, в которых он жил. Библиотека Горького выпустила ряд изданий, посвященных одесситам, ученым, деятелям, театра, писателям. Тематика нынешнего семинара в основном касается краеведения, истории, культуры, экологических проблем. Самое главное, чтобы это была джерельная база для науковцев. Мы не кинцевые. Мы берем книгу, делаем библиографию, а потом идут ученики за нами, которые пишут книги, делают исследования. В семинаре участвуют сотрудники библиотек Одессы, Полтавы, Херсона, Запорожья, Чернигово, Днепропетровска. Поделиться опытом приехали представители крупнейших книгохранилищ и научных центров по изучению книги. Национальной библиотеки Украины имени Вернадского и Национальной исторической библиотеки. В программе семинара лекции, методические консультации, презентация сборников. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУХ. Источник совершенства природа. Она основа красоты и классического искусства, столь редкого в современном творческом мире. Этому стилю посвятил себя одесский художник Сергей Жуков. Персональная выставка живописца открылась в литературном музее. Запах травы, шелест ветра в листве, журчание ручья, шум волн, скрип свежего снега на крепком морозце. Переходя от картины к картине, ощущаешь все это почти физически. Отсутствие резкости, диссонирующих противопоставлений, характерных для современного искусства, помогает достичь гармонии живописного пространства. Классическая школа русского реализма не требует напряженной работы мысли в поисках скрытого смысла. Живопись Сергея Жукова воспринимается непосредственно, так же, как отзывается человеческое естество на совершенство живого окружающего мира. Я не могу пройти мимо красоты природы. Она меня очень трогает за душу. И, естественно, невозможно не писать пейзаж. Он меня очень вдохновляет. Ну и помогает жить, удержаться в этой жизни. Это заслуга моего отца, потому что он у меня художник. И с детства я наблюдал, как работает отец, а его любимый жанр – это пейзаж. Как художник Сергей Жуков сформировался в двух совершенно разных природных мирах. Родившись на Почерноморском юге Украины, он долгое время жил в средней полосе России. Окончил художественную школу, но потом на время отошел от живописи. Три года назад, уже на четвертом десятке, закончил Одесское художественное училище имени Грекова. И случилось так, что я принимала у Сережи вступительные экзамены в училище. Я тогда еще обратила внимание, что он очень честный, очень такой трепетный человек, очень самокритичный. Яркие краски юга и тонкие, такие охристо-умбристые гаммы и серебристо-серые, как я это называю, в средней полосе России. То есть он гармонично сочетает в своем творчестве. Сергей Жуков участвовал во всеукраинских и областных выставках. Работы живописца приобретали частные коллекционеры у нас и за рубежом. Нынешняя персональная выставка уже третья. Следующая, как планирует художник, будет посвящена Одессе. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУГ. Сколько уже в Украине не говорили об отмене ежегодных переходов на зимнее время, в стране по-прежнему переводят часы дважды в год. 27 октября с субботы на воскресенье в 3 часа ночи нашему организму снова придется перестраиваться. Не так много времени, чтобы до начала рабочей недели привыкнуть к тому, что ложиться спать и просыпаться теперь нужно в другое время. Переводить время начали давненько. Чуть больше ста лет назад в Великобритании впервые решили дважды в год переводить стрелки часов. Туда-сюда. Предлог весьма благороден в целях экономии. Чуть позже к этому начинанию присоединились и США. А дальше уже началось всемирное подкручивание. И почти весь мир в последнее воскресенье марта начинает жить по летнему времени, чтобы в ночь на последнее воскресенье октября перевести стрелки на зимнее место. Но, как оказалось, не все одесситы знают, почему два раза в год приходится просыпаться по новому времени. Я не знаю. Какая-то традиция, наверное, сложилась. Честно, нет. Без понятия. Изначально поставленная цель экономии электроэнергии хороша, но есть другая сторона медали, которая является более важной для населения – здоровье. Эксперты утверждают, что подобные переходы на зимнее время чреваты последствиями, а именно вредными для состояния человека. Врачи Одесской городской хозрасчетной поликлиники на улице Жуковского, 30, за многие годы практики сделали выводы далеко не в пользу перевода времени. Ведь у каждого человека есть свои биологические часы, и вмешательство из дне может плохо на них отразиться. При перемене даже на час меняется гормональный фон, сосудистая реакция, реакция организма на любую стрессовую ситуацию, на любое питание, на движение, на пребывание на работе. Могут возникнуть проблемы со сном. Развиться разного рода хронические заболевания, увеличится дополнительная усталость. При этом, вероятно, на полностью здоровом человеке никак не отразится перевод стрелок часов. Но вот люди, страдающие различными заболеваниями, могут серьезно пострадать. Количество обращений пациентов в больницы и поликлиники резко увеличивается в период адаптации людей к новому времени. Это вызывает неврозы, определенные у детей. Мы это отмечаем по увеличению обращаемости к невропатологу. Ну, в первую очередь. И, кроме этого, если люди, скажем, болеют, ну, возьмем такой пример, как сахарный диабет, да, люди, особенно те, которые инсулинозависимые, у них ведь использование сахароснижающих препаратов тоже зависит от часового времени. Одесситов, конечно, такая перспектива совсем не радует. Уж очень не хочется менять привычное время. Это очень плохо. Я сама на себе это очень хорошо ощущаю. Поэтому отрицательно. Для организма это не очень хорошо, но всегда человек может привыкнуть. Это вредно, потому что для детей особенно сбивается режим дня, ну, сон, даже дневной сон. То есть, когда ребенок ложится в час, ему приходится сдвигаться на один часок, и все, это весь режим. И это вплоть до ночного сна переключается. Врачи говорят, что перевод часов на зимнее время – это всегда стресс для организма. Раз у нас выбора нет, то чтобы избежать осложнений со здоровьем, стоит заранее подготовиться. Доктора рекомендуют повысить свой иммунитет, скорректировать режим сна и питания. Людям с гипертонией, а также тем, кто постоянно принимает препараты, следует контролировать давление по утрам, чтобы при необходимости перенести на один час и прием лекарств. Тем не менее, есть и свои плюсы. Если не думать, что предстоит весной, то сейчас народ Украины получит хорошую возможность отоспаться на час больше и отдохнуть. Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». И на сегодня у нас все. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Всего вам наилучшего и до встречи в эфире. СПОНСОР прогноза погоды – ООО «ЮТЕКС ЛТД». Оборудование для качественного электропитания, стабилизаторы напряжения, электростанции, системы бесперебойного питания, аккумуляторы, зарядные устройства. Обращаться по телефону 755 59 99 063 735 06 87. Доби-доби-доби вип-энерго ком-юэй.